Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео под названием 3 приправы от старости и болезней и что надо есть, чтобы замедлить старение. Из этого видео вы узнаете, как бороться с возрастными изменениями. Полезная и вредная для молодости еда. Еда против рака. Это видео будет коротким, но для тех, кто по каждой затронутой мною сейчас с теми захочет разобраться детально и досконально, просто посмотрите те видео, к которым я буду в процессе просмотра вами этого видео вас направлять, советовать посмотреть те или иные видео. Список всех этих видео будет под этим роликом, впрочем, как и всегда. Итак, первая приправа, первая специя, а вернее смесь двух, то есть два в одном, это, конечно же, куркума и черный перец. У меня уже выходило видео на моем канале под названием куркума. И, безусловно, это приправа номер один в мире. Ну, то есть, самая полезная. Потому что она, во-первых, предотвращает наш с вами ДНК от повреждений. Во-вторых, активирует процесс аутофагии, то есть самоочищение на клеточном уровне, которое присуще всем, без исключения живым клеткам, живым тканям, всех видов животных на нашей планете и у людей тоже, но активно идет далеко не у всех по многим совершенно объективным причинам. В-третьих, активизирует чувствительность к инсулину, то есть препятствует развитию инсулинорезистентности, ну а далее сахарного диабета второго типа. И, в-четвертых, защищает кровеносные сосуды от атеросклеротических повреждений. Согласитесь, четыре в одном – это более чем достаточно. А вот в каких количествах принимать, как, как совмещать – все подробно рассказано в моем прошлом старом видео о куркуме. Обязательно его посмотрите, кто еще не видел, ссылка будет в описании. Также я советую в этой связи посмотреть мои видео про интервальное голодание и про инсулинорезистентность. Ну а третья приправа – это, конечно, имбирь. Да, он тоже полезен в меньшей степени, чем куркума, но тоже стимулирует защитные силы организма, то есть иммунитет, снижает холестерин, чистят сосуды. Вы меня спросите, а совместимы ли куркума с черным перцем с имбирем? Да, совместимы только в течение дня, просто по времени это надо разносить. Вместе потреблять одновременно не нужно. Также очень полезно потребление яблочного уксуса для улучшения дезинфицирующих свойств нашего желудка и для улучшения КПД переваривания пищи. Потреблять нужно до еды, а как, в каких количествах – вот в этом видео я подробно все пояснял. Вода с лимонным соком также очень полезная штука. Хотите, чтобы я сделал видео об этом, а там есть что рассказать? Ну, тогда напишите под этим видео, оставьте отзыв, комментарий, что да, я хочу, чтобы вы сделали видео о пользе воды с лимонным соком. Что ж, про банальные вещи я говорить не буду, вроде категорического непотребления никогда таких ядов, как алкоголь, табак, различного фастфуда и тому подобное. Скажу следующее, системные хронические воспаления, вот что предельно опасно, они приводят к различным болезням ранней старости и преждевременной смерти. Чтобы убрать воспалительные процессы в организме, надо исключить продукты, которые вызывают эти воспаления. Знаете, очень вредны конечные продукты гликирования, это так называемые липкие белки. Ну, например, это мороженое, скажем, из коровьего либо иного молока животных, поскольку там есть белки и добавленные туда сахара. А это страшно несовместимые продукты. Почему? Посмотрите мое видео «Раздельное питание», я там все подробно поясняю. Итак, какие продукты вызывают воспаление в организме? Первое – это сахара. Все, что на вкус сладкое, разумеется, самые опасные сахара – это кондитерские, то есть белый сахар, сахар из тростника и так далее, то есть концентрат глюкозы. Кстати, свежевыжатые фруктовые соки тоже вредны, так как они наносят удар по поджелудочной железе, провоцируют активный выброс гормона инсулина. В этой связи сухофрукты тоже неполезная штука, так как они являются концентратами сахаров. Глюкоза и фруктозы. Второе – трансжиры. Это маргарин и прочие гидротированные масла. Сейчас химическая пищевая промышленность добавляет активно эти жиры в разные изделия, вроде печеней, крекеров и тому подобное. Разумеется, вредна любая химия в еде от красителей до консервантов, понятно. Третье – жареные продукты, полуфабрикаты. Еще раз, смотрите мое видео «Раздельное питание». Ну, а при жарке образуются канцерогены. Четвертое – это хлебобулочные изделия. Это вареные крахмалы. Вредны, в первую очередь, из-за лектинов. Самый известный из них – это глютен, но это всего лишь один из них. А их всего, то есть белков лектинов, около ста. Это высокомолекулярные белки, которые вызывают воспалительные процессы в организме. И у меня о них было отдельное видео. Крахмалы же вредны любые, кроме резистентных крахмалов. Если вы что-то проращиваете, какие-то семена, то ешьте всегда только вершки. Посмотрите мое видео про брокколи. Пятое – это сыр, творог и цельное молоко. Чистые жиры сюда не относятся. А вот высокомолекулярный молочный белок казин очень вреден. Главное мое видео об этом дам по ссылке. Ну и шестое – это мясо и прочие высокомолекулярные животные белки. Особенно жареное мясо, так как в нем при жарке происходит окисление с образованием гетероциклических аминов и нитрозоаминов, тяжелых канцерогенов, которые приводят к раку. Если вы еще не в теме, посмотрите мое видео с провокационным названием «Мясо надо есть». Дорогие товарищи, у меня есть видео «Что категорически есть нельзя». Там подробно и полно обо всех вредных продуктах я поясняю. И помните, то, что переработано, жарено, то, что продается в супермаркетах, в упаковках типа крекеров и так далее, то есть то, чего в природе вообще нет и быть не может – это вредно, это противоестественно, это неприродно. И тогда может возникнуть вопрос – а что же тогда есть? И я сделал уже это видео – вот оно. Там я даю полный перечень с пояснениями. Не переживайте, полноценной, вкусной и очень полезной пищи много. Это и семейство крестоцветных 30 видов капусты, это и 300 видов зелени, это некоторые орехи. Но, кстати, как их правильно потреблять, чтобы снизить высокую концентрацию вредной фитиновой кислоты, посмотрите вот это мое видео. Конечно, полезны и лесные ягоды, особенно не сладкие, и много-много всего прочего. На видео ссылку я вам дал, посмотрите, удивитесь, как много всего можно есть полезного. Какие я советую употреблять добавки? Конечно же, это мощные антиоксиданты, такие как дегидрокварцетин – это природные биофлавоноиды. Ну и, конечно, препарат Т8-экстра со своими полипренолами – это экстракт из пихтовых иголок, тоже мощный антиоксидант. Это, конечно, первый и единственный в мире концентрат органический, жидкий концентрат витамина С. Безусловно, это активный хлорофилл, это дикая спирулина, именно дикая, а не лабораторно полученная. Это микроводоросль хлорелла, и, конечно же, это самый уникальный водоросль – фукус в гелеобразной форме натив. А вот какие чудеса творит фукус – посмотрите вот в этом видео. Зелень можно выращивать и самим у себя в квартире, в доме. Для этого мы производим уникальные фитолампы полного солнечного спектра, чтобы зелень, которую вы выращиваете, содержала в своем составе все витамины. Ссылка на эти лампы и на эти все продукты, начиная вот от фукуса и заканчивая гидрокварцитином, или семенами брокколи для проращивания, будет под этим видео. Если у кого-то есть доброкачественные опухоли, то чтобы не допустить перерождение их в злокачественные, не ешьте ничего сладкого и посмотрите все мои лекции об онкологии, как говорится, предупрежден, вооружен. Есть грибные препараты лечебные, которые убирают, подавляют в том числе и доброкачественные опухоли. Это все излечимо, но только не надо лениться и не надо терять драгоценное время. Кстати, кто хочет более вкусную пищу, разнообразить вкусы тех же салатов, пожалуйста, у нас есть соусы, те же майонезы двух видов и кетчуп и прочие, все они без соя, без ГМО, без животных белков, все они не содержат сахар, они вкусные и полезные. Приобрести все это можно на нашем сайте nadgard.ru, ну и ссылки, само собой, как уже сказал, под видео будут. Обязательно посмотрите мои видео, такие как инсулинорезистентность, калории, почему вам постоянно хочется есть, что будет, если вы откажетесь от сладкого на 10 дней, почему нельзя есть после 16.00 интервальное голодание, ну и те, о которых я уже сказал. Один момент, дорогие товарищи, небольшая реклама от меня, но реклама чего? Оздоровительной программы курса от моего товарища Евгения, которого многие знают как Джона Коннора. У меня нет времени на консультации всех желающих на индивидуальные консультации, хотя я их еще провожу. А вот курс и программа, созданная Евгением, это то, на что у меня так и не дошли руки и, видимо, уже не дойдут, из-за колоссальной моей загруженности и потому я очень рад тому, что он все же сделал эту работу, о которой мне давно говорил, сделал эту работу за меня, взялся и создал эту комплексную программу по очищению организма. Часть мер взяты из моих курсов и программ, часть из методик биохимика и врача Марва Горшакова-Наганян, часть иных и личных наработок. Данный же курс помогает надежно, мягко и в правильной последовательности избавиться от лишнего веса, у кого он есть, от отеков, паразитов, грибков и большинства болезней. Посмотрите мое интервью с ним на эту тему и его личное видео, знакомящее вас с этим курсом и методом. Или сразу переходите на страничку курса, кого заинтересовал данный курс. Все это, о чем я только что вам сказал, будет по ссылке в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень рекомендую вам посмотреть, пройти по ссылке и надеюсь, что вы не пожалеете. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале, не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался, нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео, не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео, я публикую обычно два, как правило три видео в неделю, имейте это в виду. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания.